Радость В Иоанна 15.11 написано Радость В окружающем нас мире В мире есть много событий и факторов, которые считаются приносящими нам счастье и радость. Каждый год 21 марта в мире отмечают Международный День Счастья. Такую дату выбрали не случайно. 21 марта – День Весеннего Равнодействия. Практически во всем мире день равен ночи. Но многие ли слышали и знают об этом не, стали ли люди действительно счастливы в этот день? Несколько лет назад данные отчета Всемирного Счастья – World Happiness – сделали заявление, что Норвегия, Дания, Исландия, Свейцария и Финландия вошли в пятерку самых счастливых стран мира. Но всем известно, что люди в этих странах, как и в всем мире, полны горя, разочарования и слез. Результаты исследования психологов определили самый счастливый возраст – это 23 и 69 лет. 23-летние люди полны надежд и амбиций. Женщины и мужчины в возрасте 69 лет приобретают умение не жалеть о прошлом. На самом ли деле это правда? Сколько трагических событий происходит с людьми, не зная истинной христианской радости с этой возрастной группой? В двух странах, опираясь на данные Всемирного банка, установили даже цену для счастья и радости на душу населения. Оказывается, чтобы быть счастливым, в Израиле нужно минимум зарабатывать 4,5 тысяч долларов. В Катаре намного больше – 14,6 тысяч долларов на человеку в месяц. Значит, если человек не смог заработать или достичь этой суммы, то он абсолютно несчастен? Американские социологи убеждены, что для счастья нужно иметь не менее 10 друзей. По словам ученых, настоящим другом человек может назвать только трое из всего списка друзей. Именно эти люди поддержат и помогут в любую трудную минуту. Но почему тогда вокруг столько одиноких и брошенных людей, которым не с кем даже поговорить или поделиться душевными переживаниями? Сегодня Христос предлагает нам другую радость – христианскую. Уникальная христианская радость – плод радости – начинается с нашего спасения. В 15 главе Луки Иисус рассказывает историю про потерянную овечку, потерянную монету и потерянного сына. Все эти истории говорят об одном – о спасении. Наш Небесный Отец радуется, когда мы спасены. Это настоящее время радости. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки 15, 7 Одно из измерений радости в Новом Завете – это радость, когда добрая весть достигает других. Когда мы видим, что кто-то спасся и пришел к Господу, мы радуемся. Это то измерение радости, на которое мы часто недостаточно обращаем внимание. В Иоанна 4, 36 Иисус говорит о тех, кто сеет и женет, и они оба радуются. В Дианях 15, 3 говорится, что когда община услышала об обращениях язычников, они возрадовались тому, что Бог сделал. Христианская радость присутствует даже в борьбе, стрессе и страданиях. Кремлинам 5, 3 написано, но хвалимся и скорбями. Кто радуется в страданиях? Христианская радость находит нас даже в самые сложные моменты, и мы радуемся, потому что знаем, даже в наших страданиях Господь находится в процессе изменения нашей жизни. Умение радоваться в скорбях делает нас действительно счастливыми, свободными и благословенными людьми. Мы должны учиться выбирать радость. Мы всегда стоим перед выбором, радоваться или не радоваться, думать позитивно или негативно. Притча 17, 22 Счастье и радость, как целебное лекарство, печаль, как иссушающая болезнь. Слово «скорбь» объясняется, как сильная печаль, горесть, страдания. Скорбь появилась в результате грехопадения. Проклятие принесло скорбь, разочарование и уныние. Когда Каин убил своего брата, Бог сказал ему, «Почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое?» Зачастую люди теряют радость, когда теряют общение с Богом и в сердце есть грех. Наш Бог, наоборот, дает радость, когда ты спасен, твои грехи прощены. Бог говорит, что дает тебе будущность и надежду. Он любит тебя и заботится о тебе. Радость в Господе — наша сила. Один римский философ сказал, «Достиг вершины тот, кто знает, чему радоваться. Мы знаем, чему радоваться, но достигли ли мы вершины? Если будем радоваться, несмотря ни на что, обязательно достигнем, потому что радость — это путь в небеса. Это гарантия того, что мы дети Божьи. Сегодня Господь призывает нас всегда радоваться. Бог дает нам свою радость. И когда мы принимаем Божью радость, она становится нашей радостью. Если радость Божия пребудет в нас, то наша радость будет совершенна. Это сказал я вам. Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Иоанна 15, 11. Аминь.